Всем огромнейший приветик, с вами Алиса и Тёмное влечение 2, глава 9, в океане чувств. Главный экзамен уже совсем скоро, но так ли легко сосредоточиться на балете, когда мысль занимает тёмный и опасность, которая подстерегает тебя на каждом шагу? Захочешь ли ты отдать своё сердце обаятельному поклоннику? Не испугаешься ли преследователя, который вполне может быть убийцей и феей? Холодно, невыносимо холодно. Я в лёгком хитоне иду по сцене и дрожу всем телом. Пальцы судорожно впиваются в плечи, но это не помогает согреться. Кажется, будто под ногами не гладкий настил, а тонкий лёд или того хуже, канат, с которого сейчас сорвусь. Упаду, разобьюсь. Мне страшно. Я боюсь ни зрителей, ни жюри и их оценки, а того, кто идёт по моему следу. Монстра, чудовища, сумасшедшего. С каждой секундой он подкрадывается всё ближе, но почему-то не нападает, медлит. Как будто со мной играет. Моя сладкая, непослушная девочка. Его слова эхом разносятся по залу, и только тут я понимаю, что в креслах нет зрителей. Это какой-то кошмар. Танцевать мне придётся не для жюри, не для отца, не для сестры. Сегодня на меня будет смотреть он один, безумец, одержимый феями. Когда же ты от меня отстанешь? Хватит! Отчаянные слова срываются с губ, и глаза застилают мутной пеленой. Я стою на краю сцены, лихорадочно озираюсь, но мир вокруг тускнеет, размываемый слезами. Чувствую, что он рядом. Так близко, что вот-вот его обжигающее дыхание скользнёт по коже, и я услышу его ядовитый шёпот. Отстать от тебя. Насмешка в его голосе отзывается во мне ледяной дрожью. Нет, маленькая фея, это не входит в мои планы. Ты слишком яркая, слишком манящая. Ледяные пальцы сжимаются на моём горле, и становится трудно дышать. Губы чудовища скользят по изгибу шеи, лаская, заставляя умирать от страха. Моя сладкая девочка, моя дерзкая фея, моя светлая. Что это было вообще? Две недели пролетели как один день. Я занималась до умопомрачения, надеясь забыться в танце. Старалась не думать о демоновом подарке, о своих страхах и кошмарах, что посещали меня почти каждую ночь. Стоило закрыть глаза, как я видела его. Чудовище, уничтожающее феи. Где бы ни пыталась от него скрыться, он всё равно меня находил. Радовало одно. Из оков кошмарного сна я вырывалась прежде, чем убийца отнимал у меня жизнь. Приём, приём! Летись, я тебя вызывает планета! Я встрепенулась и перевела взгляд на Тину, устал растёкшуюся по лавке в балетном классе. Занятие у директрисы закончилось, и надо было идти в душ, но даже на это сил уже не осталось. В последние дни Кристина и нас ещё больше гоняла, требуя выкладываться по максимуму. Извини, задумалась. Да, в последнее время ты это любишь. Думать и рефлексировать. Рефлексировать и думать. Подозреваю, что виновник твоей задумчивости кто-то из тёмных. Подруга хитро улыбнулась, и я тоже постаралась изобразить улыбку. Трудно было сказать, получилось ли. Молчишь? Может, ещё не определилась? Тин, ну хватит! Давай поговорим о чём-нибудь другом. Погоди, я тут вчера кое-что узнала. С хитрой улыбкой добавился не менее хитрый взгляд из-под полуопущенных ресниц. Оседлав лавку, Тина продолжила интриговать. Уверена, тебе понравится. Хм, расспросить. Хм, скрестив на груди руки, сверху вниз посмотрела на интригантку. Ну, давай, колись. Расплывший в счастливой улыбке, Тина заговорила. Я вчера застала Рейну, ревущей в раздевалке. Был уже поздний вечер, я думала спокойно позаниматься, а тут она со своими подпевалами. Виола и Каролина её, понятное дело, успокаивали. И из-за чего была истерика? А ты угадай. Любит она поиздеваться. Тин! Ладно, ладно. Докладываю. Красавчик тёмный с ней порвал. Поэтому Рейна последние дни злее обычного и танцует как попало. Я прямо этого тёмного сразу зауважала. Нехорошо радоваться, но я чуть не запищала от радости. Что значит нехорошо? В данном случае можно абсолютно всё. Теперь стало сложно не выдавливать из себя улыбку, а наоборот пытаться её сдержать. Обрадовалась? Я неопределённо пожала плечами. В последнее время в моей жизни всё стало слишком запутанно и непонятно. Но отрицать, что настроение после слов Тины значительно улучшилось, было бы глупо. Или ты всё-таки в команде Кано? О нет. Я схватила её за руку и потянула вверх. Хватит болтать. Пора в душ. И всё-таки признайся. Мечтаешь о красавчике-агенте или роковом бизнесмене? Вот уж назойливая. Сейчас имеет значение только выступление. Всё остальное потом. Карьеристка. Можно подумать, ты не волнуешься и не переживаешь, как всё пройдёт. Тина со вздохом поднялась, и я легонько толкнула её в бок. Конечно, переживаю. Если за лето не устроюсь ни в одну труппу, придётся пойти в официантки. Или в какой-нибудь ночной клуб вертеть задницей перед потными мужиками. От столь заманчивых перспектив подруга скривилась, словно поллимона проглотила. Я поспешила её успокоить. Такого точно не будет. Ты обалденно танцуешь. Ты упорно и тяжело работала. Уверена, твоё выступление заметят. Надеюсь, так и будет. Надеюсь. Быстро приняв душ, я поспешила в раздевалку, чтобы собраться. Открыв шкафчик с вещами, услышала вибрацию смартфона и спешно сунула руку в боковой карман сумки. На экране высветили сразу два сообщения. Одно было от Валара, а другое от Ренарда. Мы можем сегодня увидеться. Это важно. Это был не первый раз, когда Кану зазывал меня на свидание. Но последние две недели я разрывалась между тренировками и экзаменами. С одной стороны, хотелось его увидеть. С другой, я боялась испортить отношения с отцом. И что ему сказать? Вдруг действительно что-то важное? Прежде чем отправить ответ Кану, открыла сообщение другого темного и едва не рассмеялась. Сговорились они что ли? Знаю, что ты сейчас очень занята, но я хотел бы с тобой увидеться. Сегодня. Для меня это крайне важно. Точно сговорились. Экран смартфона продолжал мерцать, показывая оба сообщения. А я тем временем размышляла, что и кому ответить. Которому из темных рвется мое сердце. Но вообще очень странно, что у меня есть этот выбор. Потому что у меня с Валаром просто ноль, абсолютный ноль улучшений отношений. Почему мне предлагают с ним встретиться? К Ренарду, конечно. Приняв решение, отправила сообщение Ренарду. Увидеться можем. Но если отец узнает, что я с тобой встречалась, ему это точно не понравится. Ответ не заставил себя ждать. Я с ней вчера говорил и получил его разрешение. Серьезно? Он согласился? А, это может и из-за того выбора, что мы с ним помирились. Это что, шутка такая? Или может он разговаривал с каким-то другим, Максимум Мора? Странно у тебя чувство юмора. Во всем, что касается тебя, Летисия. Я никогда не шутил и шутить не намерен. Я настроен серьезно, и он это наконец понял. Вау. Если не веришь, сама его спроси. Вряд ли он мне ответит. Папа умчался в одну из своих таинственных командировок, и я очень боялась, что он не вернется к завтрашнему выступлению. Но зато у меня появилась возможность увидеться с мужчиной, застрявшим не только в моих мыслях, но и в моем сердце. Пыталась о нем забыть, но не вышло. Несмотря на все, что случилось, несмотря на Рейну и их отношения, мне его безумно не хватало. А теперь получается, что отец разрешает нам встречаться? Ну ладно, не встречаться, а хотя бы раз увидится. Чудо чудесное. Сдаюсь, где его сколько? Пока набирала сообщение, не переставала улыбаться. Это так жизненно. Заберу тебя в шесть. Ответив, чтобы залетал за мной домой, написала Валару, что сегодня занята, и спрятала смартфон в сумку. «Летисия, ну что ты там копаешься?» «Все, все, собираюсь». Приведя себя в порядок, мы истинно отправились в кафе перекусить перед последней консультацией у директрисы. До финального выступления оставался всего один день. Один день до, возможно, самого важного события в моей жизни. В просторном зале почти все столики были заняты, нам повезло отхватить последний возле окна. Опустившись на мягкий диванчик, Тина сразу активировала интерактивное меню, чтобы сделать заказ. «Как дела с отцом?» «Ты знаешь, на удивление хорошо». Подруга изумленно дернула бровями. «Самой не верится, но это так. Пару недель назад у нас с ним состоялся откровенный разговор, и мы решили, что будем работать над нашими отношениями». «И это было правильное решение». «Откуда ты взялся?» «Теперь Синт по распоряжению отца следил за мной еще пристальнее, но я не роптала и совсем соглашалась». «Пока ублюдок, охотящийся за фейми, не будет пойман, я от робота не на шаг. Хватит совершать глупости и испытывать судьбу. Я ведь действительно, как во сне, все это время ходила по тонкому льду. Посмотрим, надолго ли хватит вашего терпения». Тина скептически фыркнула, как бы говоря, что очень скоро мы с отцом снова погрыземся. «Летисия, я верю в тебя и в Сонарамора». «А ты красавчик, оказывается, оптимист». «По идее, роботы не должны смущаться, но под пристальным взглядом Тины мой экземпляр предпочел опустить голову». «Хорошо, хоть не стал краснеть». Наш разговор прервало появление официанта. Парень был не тот, что передал мне две недели назад проклятый подарок. А что стало с тем другим работникам кафе, я не знала. Кайсар отказывался посвящать меня в детали расследования, зато не уставал заверять, что все под контролем и мне нечем беспокоиться. Его людей, которые по идее должны были меня оберегать, я не замечала. Хотя отделаться от ощущения, что за мной постоянно следят, не получалось. Не успел официант отойти, как перед нашим столиком нарисовалась Рейна. За спиной Круз традиционно маячила свита из одногруппниц, Виола и Каролина. «Не помешаем?» «Помешайте!» Проигнорировав ответ Тины, Круз плюхнулась на диванчик рядом со мной, а Ви и Каро устроились возле моего синта. «Рейна, ты оглохла?» «Здесь больше нет свободных мест, а стол слишком большой для вас двоих. Надо делиться!» «Вообще-то нас здесь трое!» Круз язвительно фыркнула. «Ты бы еще за стол миксера пригласила!» «Лучше с ним, чем с тобой!» Я чуть не швырнула в нее тарелкой, за сравнение моего синта с предметом бытовой техники. Не сделала этого лишь потому, что на тарелке был мой сэндвич, и больше перекусить до вечера возможности не представится. «Да, еду жалко тратить на нее!» «Не шипи!» «Мы просто хотим пообедать!» «Правда, девочки?» Девочки нестройно замычали в знак согласия. «Как твой номер, Летисия? Готов?» Я уже хотела ответить, а точнее попросту ее послать, когда за соседним столиком кто-то закричал. «Помогите! Она задыхается! Скорее!» Син среагировал первым, бросился к задыхающейся ученице, явно чем-то подавившейся. Обхватил ее за талию, надавил на живот, заставив выплюнуть застрявший в горле кусок. Я и сама не на шутку испугалась, так что даже в боку кольнула от переживаний. Правда, неприятное ощущение тут же прошло. А может, мне стало легче, потому что Круз неожиданно поднялась? «Лучше не будем, девочки, рисковать. Кормят тут всякой дрянью. Ученицы давятся и начинают задыхаться». Кивнув подружкам, Круз, как королева, направилась к выходу из кафе, оставив Настину недоуменно переглядываться. Какая-то странная ситуация. «И что это вообще такое было?» «Демон ее поймет. Она в последнее время совсем странная». Поднявшись из-за стола, мы подошли к ученице, спасенной моим синтом. Та была еще бледна, но уже почти успокоилась. Заверив, что с ней все хорошо, подхватила сумку и бросилась к выходу из кафе, словно куда-то торопилась. «Какие-то все сегодня чудные. Как будто это все подстроено». «И не говори, наверное, это из-за экзаменов». Я взглянула на экран смартфона и тяжело вздохнула. «Нам тоже уже пора, иначе опоздаем в ФРР. Не хочу, чтобы она трепала мне нервы за день до выступления». «Да, лучше не доставлять ей такого удовольствия». Забрав сэндвичи и овощные смузи, вместе с Симтомы отправились к директрисе. После пары часов в обществе Кристины у меня гудела голова и ломила в висках. Хотелось вернуться домой, но я понимала, что нельзя. Надо остаться и тренироваться. А еще что-то решать с костюмом для выступления. В моем танце было много эклектики, и мне не хотелось напяливать просто красивую пачку. Но моя портниха отказывалась меня слышать, и то, что я видела, приходя на примерки, восторгов не вызывало. Я отметала вариант за вариантом. В конце концов остановилась на пачке, от вида которой у меня хотя бы не дергались глаза. И все равно, вспоминая о ней, я сильно расстраивалась. Мой образ для выпускного танца мне категорически не нравился. Девочка моя, давай выберем тебе хороший наряд. Пока была на занятиях, получила от Эленей два гула вызова, и как только вышла из аудитории, сразу с ней связалась. Пара секунд, и передо мной раскрылась Мерция голограмма. О, наконец-то снова сделали, как будто голограмма. Привет! Найдется часик для любимой сестры? Лени, я бы с радостью, но я собиралась до вечера заниматься. Сестра качнула головой, а потом заговорщически улыбнулась. Сделай перерыв. Мне кажется, я смогу помочь тебе с костюмом для выступления, но надо будет, чтобы ты примерила. Понятное дело, что сказать нет после такого я точно не могла. Мне срочно нужно было что-то яркое, запоминающееся, оригинальное. Что-то, что привлечет внимание жюри и будет удерживать их взгляды. Конечно же, это будет мой танец, но и сценический образ тоже немаловажен. Уже вылетаю. Называй адрес. Спустя полчаса я разглядывала витрину небольшого магазинчика, угнездившегося в конце тихой улочки на окраине города. Я даже не подозревала о его существовании, но, увидев наряды, красующиеся на манекенах, влюбилась в них с первого взгляда. А вот и я. Давно ждешь? Эленья подошла ко мне и поцеловала в щеку. Чуть в стороне остановился ее робот. Только подлетела. Как ты вообще его нашла? Я в этом квартале никогда не бывала. Случайно сюда забрела, когда искала для своей подруги платье на свадьбу. И здесь, неподалеку, находится классный салон свадебных нарядов. Закончив с примеркой, мы с Мариной решили немного погулять. Так и обнаружили эту красоту. Настоящий рай для танцовщицы. Это точно. Я продолжала скользить по манекенам восторженным взглядом, горя желанием примерить каждый хитон и каждую пачку. Уверена, среди всего этого богатства я найду идеальный образ для своего танца. Пойдем скорее. Уже не терпится примерить. Мне тоже же не терпится посмотреть. Что же там такое? Я первой вошла в магазинчик и сразу бросилась к продавщице. Продавщица и по совместительству хозяйка магазина, Санора Долорес, оказалась очень милой. Мы сразу нашли общий язык. Долорес чуть ли не с полуслова поняла, что мне нужно, и вскоре я уже примеряла наряды. Удивительно, но здесь мне почти все нравятся. На каком же все-таки остановить выбор? Ага, это оригинальная пачка, которая и на превью, и которая была в сегодняшнем кошмаре, да? Ну давайте посмотрим все. Бесплатный вариант, ну понятно, серая мышка. Такая серебряная, давайте посмотрим. Ну тоже вполне ничего. Если нет рубинов, можно чуть-чуть подешевле купить. Но это просто обалденно. Конечно, мы берем. Применить. Ярко, дерзко, почти на грани. Но именно это мне и нужно. Увидев меня в столь смелом образе, идеально подходящем к моему номеру, жюри уже точно не останется равнодушным. Из магазина я выходила с легким сердцем. Теперь у меня на одну проблему стало меньше. Танец готов, наряд тоже. Осталось только исполнить номер так, чтобы все с ума посходили от восторга. И тогда здравствуй, Легрант, а с ним и новая жизнь, полная чудес и красок. Ну как, довольна? Ты еще спрашиваешь, у меня будто камень с души упал, не придется напяливать на себя ту уродскую пачку. Не такая уж она и была и уродская. Но согласись, в ней я была не я. Сестра окивнула и счастливо заулыбалась. Она искренне радовалась, когда кому-нибудь помогала. В этом вся Эления. Самая лучшая в мире фея. Ты на машине? Я прилетела на такси. Да, мы припарковали здесь неподалеку. Можем тебя подбросить? Было бы здорово. У меня через полчаса консультация. У одного очень вредного профессора. Надеюсь, обойдется без пробок. А в небе бывают пробки, ничего себе. Весело переговариваясь, мы направились к стоянке аэрокаров. Я почти не смотрела по сторонам, поглощенной разговором с сестрой, и тем не менее пару раз запиналась. Казалось, будто мне в спину ввинчивается чей-то злой, враждебный взгляд. Интересно, это я уже становлюсь параноиком, или за мной и правда наблюдают? Все в порядке? Сестра заметила, что я хмурюсь, и тоже остановилась. Все хорошо, просто... Я едва не вскрикнула, когда мой синт неожиданно сорвался с места. Только что шел рядом, и вот уже мчится между низко нависающими над нами домами. Оставайся с сонаринами. Эти слова он адресовал Дамиану. Так, кажется, Лене назвала своего охранника, и помчался по направлению к шумному проспекту. Заметила, как от стены дома отделилась фигура в темной бесформенной толстовке, и бросилась бежать. С чего это он вдруг решил поиграть в догонялки? Я не знала, как быть. Оставаться вместе с сестрой и ее синтом, или бежать за своим, чтобы выяснить, кто за нами следил. Решать нужно было быстро. Топтаться на месте, или присоединиться к погоне. Ну интересно же, присоединиться. Ответ был очевиден. Чтобы я и осталась в стороне, это было бы из разряда фантастики. «Не шагу этой линии!» Бросив приказ Дамиану, а сестре коробку снарядом, понеслась за незнакомцем и синтом. Те уже успели завернуть за угол дома, и мне пришлось поднажать. С тихой, спокойной улочки я незаметно нырнула в хаус большого города. Сотни прохожих, взмывающие в небо аэрокары, растянувшиеся по воздуху голографические рекламные щиты и парящие высоко в небе аэроэкспрессы. «Где же они?» Я чуть не вскрикнула от волнения, заметив своего робота и незнакомца в темной толстовке. Последний уже проскользнул на остановку аэроэкспресса и готов был нырнуть в подлетающий вагон. А моего синта не пускал без билета робот-полицейский. «Вот будет дело, если упустим негодяя из-за демонного билета!» Аэроэкспресс был уже близко, и я, сорвавшись с места, проскочила через турникет, на лету прижав ладонь к сканеру. Я редко пользовалась городским транспортом, но безлимитный проезд у меня имелся. Успела схватить неизвестного за капюшон толстовки прежде, чем тот скрылся в вагоне. Тот вырвался, проматерившись, и резко обернулся. «Кто-кто?» «Я не сдержала изумленного крика!» «Андрес?» «Хе-хе-хе!» «Ну, я вот абсолютно не удивлена, но мне кажется, что это не он. Он, скорее всего, просто злится на нашу Летисю и следит за ней, ну, по своим личным каким-то целям. Ну, посмотрим, посмотрим». Грубо меня оттолкнув, охранник заскочил в вагон. Мне бы при всем желании не хватило сил его удержать. А когда, отделавшись от робота-полицейского, подбежал мой синт, прозрачные двери вагона уже успели сомкнуться. Аэроэкспресс мягко заскользил вдоль перрона. А я смотрела в искаженное злобо лицо мужчины, своего преследователя, и чувствовала, как мурашки бегут по телу. Он за мной следил. И не первый день. Поначалу я не был уверен, но сегодня убедился, что этот человек за тобой наблюдает. Думаешь... В горле застрял ядовитый ком. Даже дышать стало сложно. Думаешь, это он убивает феи? Выводы пусть делает полиция. Сейчас же с ними свяжемся. Я кивнула и подождала, пока Син сообщит о слежке полиции, а сама тем временем отправила сообщение Ренарду и Кайсару. Не сдержавшись, упрекнула Кармона в том, что от его охраны никакого толку. Может, потому что никакой охраны нету? Сонар Кармона, хочу сообщить, что ваша охрана в случае реальной опасности показала себя весьма бесполезной. Ответ пришел незамедлительно. Не переживайте, Летисия. Этого человека уже ищут. Ему не скрыться от полиции. Угу. Надеюсь, что это так. Все будет хорошо. Верьте мне. Вернувшись к Элене и ее Синту, мы полетели в полицейский участок давать показания. Закончив в полицейском участке, сразу полетела домой. Мне нужно было успеть подготовиться к встрече с Деллара и как-то объяснить Синту, что я снова собираюсь на свидание с Темным. Даже представить страшно, какой окажется его реакция. Приняв душ и набравшись смелости, позвала робота к себе. Вы представляете, нужно набраться смелости, чтобы сообщить роботу. Я тут... эм... Собралась на свидание. Мой охранник недобро сощурился. С кем? С Темным. Почему-то мой ответ прозвучал с вопросительной интонацией и как-то уж очень неуверенно. Будто я и сама сомневалась, что куда-то там собираюсь. Летисия. Робот едва не зарычал и даже кулаки сжал, став похожим на машину массового уничтожения. Когда хотел, он умел выглядеть грозно. Если это Кано... Ой, не переживай, нет. Я встречаюсь с Ренардом. Пауза. Робот прикрыл глаза, не то взывая к внутреннему дзен, не то что-то выискивая в своей базе данных. Я больше склонялась к дзен, но оказалась база данных... С ним можно. Мне велено тебя отпустить. То есть, получается, что Ренард не шутил? Ох, кто бы мог подумать, что папа действительно разрешит. Хоть мне это и не нравится. Да когда же тебе это нравилось? Раз отец в курсе и дал добро, ты не мог бы... Я выразительно покосилась на дверь, намекая, что хотела бы поставить точку в этом разговоре. Син тяжело вздохнул и направился к выходу, не громко бурча себя под нос. За ней слежки устраивают, а она бегает на свидание. С агентом ФСР, к твоему сведению, уж он-то точно сумеет меня защитить. Лучше бы брала пример с сонариной лени. Интересно, это только нам такой умный Синт попался или как? Кажется, точку в разговоре мы ставить не желаем. Иногда я завидую своему коллеге. Я просто офигеваю от него. Сказав все, что хотел сказать, Синт громко хлопнул дверью. Он еще и характер нам показывает, хлопает дверью. А вот и точка подоспела. Выбросив из головы его ворчание, я начала собираться. Сегодня мне хотелось выглядеть особенно привлекательной. Стать особенно для этого темного. Еще бы. О, мне уже нравится. Но мы начинаем с бесплатного кошмарика. Ужас. Тоже нет. Ой, верните, как было. Очень миленький наряд. Очень. Шикарно. А, кстати, и волосы поменялись, да? Купить. Применить. А как это? А тут нету ненарисованные волосы. Так добавилась новая прическа. Ну, в принципе, пусть побудет блондинка. Я не против. Применить. Ой. Ой, ну это понятно, что нас ждет катсцена, да? В красивом бельишечке. Ну, хорошо, хорошо. Применить. Ренарт оказался пунктуален. Я уже заканчивала собираться, когда на смартфон пришло сообщение, что он уже подлетает. Пара минут, и я готова. Ответив темному, придирчиво смотрела себя в зеркале. Вроде бы ничего. Оставшись довольна собственным отражением, игриво себе улыбнулась. Выйдя из дома, я сразу направилась к машине темного. Пока шла, чувствовала, что меня слегка потряхивает. С нашей последней встречи прошло полмесяца. Полмесяца в эмоциональном напряжении, стрессах и... Мыслях об этом мужчине. От желания скорее его увидеть, даже голова закружилась. Непроизвольно я кусала губы, и когда подошла к Айракару, чувствовала, что они пылают. Темно это тоже заметил, иначе бы не стал задерживать на моих губах взгляд. «Выглядишь потрясающе». Сам того не замечая, он глубоко втянул носом воздух, и его глаза как будто потемнели. «С тобой все в порядке?» Мужчина тряхнул головой, и, выйдя из Айракара, обошел его, чтобы помочь мне забраться в салон машины. «Не уверен. Вот что делает со мной долгая разлука, Летисия. Чувствуй себя наркоманом, наконец-то дорвавшимся до спасительной дозы». От столь неожиданного сравнения я, не сдержавшись, рассмеялась. «Брось, мы не виделись всего пару недель. Я вообще не представляю, как у них у обоих столько терпения хватило, я бы не выдержала». «Для тебя это всего пара недель, а для меня целая вечность». Опускаясь на сиденье Айракара, я случайно коснулась его руки. Не знаю, что должен чувствовать тот, кого ударило током, но подозреваю, что ощущения очень похожи на мои. Прежде чем нас разделила дверца Айракара, темный подался ко мне и прошептал, почти касаясь меня губами. «Мне приятно, что ты для меня наряжалась». «Я не...» «Ну да, да, та, которая новое белье одела». «Нет». «Но он уже выпрямился». Бросив взгляд на окна моего дома, за одним из которых уверенно маячил ворчун Синт, Ренарт вернулся на место водителя. «Мягко прошелестев по мощной дороге покрышками, Айракар стал подниматься к небу. Сегодня оно казалось особенно ярким, да и мир в целом как будто заиграл новыми красками. Куда мы летим?» «В мое любимое место. Тихое и уединенное». «Тихое и уединенное?» Я невольно хихикнула. «Это не ты у нас случайно по ночам подрабатываешь маньяком?» Шутка оказалась не самой удачной, но темный все равно улыбнулся. «Можем, конечно, просто сходить в ресторан, но я бы предпочел, чтобы этот вечер стал для нас особенным, раз уж мне пришлось за него побороться». Справившись с желанием податься к нему, коснуться его руки, я мягко улыбнулась и смущенно опустила взгляд. «Я тоже за особенный вечер». На языке вертелось множество вопросов, но мне не хотелось, чтобы темный чувствовал себя как на допросе. Так я подмывала спросить об его отношениях с Рейной, о том, как ему удалось договориться с отцом, а также о злосчастном преследователе. «Но может лучше отложить все расспросы на потом?» Промаявшись пару минут, все-таки спросила о... «Ну, блин, я бы хотела обо всем спросить, но, скорее всего, можно спросить что-то одно. Но, наверное, о Рейне все-таки хочется, да, больше». «Рейна в прошлом. Впрочем, ее в моей жизни, по крайней мере, для меня никогда не было. Теперь и она об этом знает». Его слова прозвучали для меня, как райская музыка. Честно пыталась держать улыбку, но она все равно расплылась по губам, и я облегченно выдохнула. Да, я понимаю, что мы эту информацию уже знали, но насколько приятно слышать это именно от него. Твои родители, наверное, сильно расстроились? Мать немного пострадала, но она разумная женщина и понимает, что это моя жизнь и мой выбор. И я выбрал другую. Никакого зеркала было не надо, чтобы понять, что на щеках проступил Ремяк. Я смеюсь, потому что тоже засмущалась вместе с Летисией. Смутившись, кашлянула и поспешила сменить тему. «И все-таки, где находится твое тихое и уединенное место?» Бросив на меня взгляд, Деллара улыбнулся. «Нетерпеливая». «Есть немного». «А как же предвкушение сюрприза?» «Ты бы еще завязал мне глаза». Темный сделал вид, словно задумался, а потом чуть хрипло прошептал. «Неплохая идея. Предлагаю как-нибудь попробовать». Невольно закусила губу и представила да нельзя откровенную картину с участием себя, Ренарда и повязки для глаз. «Вскоре аэрокар начал снижаться. Я различила темную гладь моря у самого берега, расчерченную пенными дорожками. Пустынный пляж и редкие, разбросанные по линии берега вдали друг от друга, уютные коттеджи. «Один из этих домов принадлежит твоей семье?» «Мне». Темный кивнул на небольшой двухэтажный дом с просторной террасой. В окнах не горел свет, но окружающие его фонари разгоняли первые сумерки, плывущие над зеленым садом. «Я купил его пару лет назад. Здесь и отдыхают хаосы столицы, и трагедии, с которыми постоянно сталкиваюсь на работе». «Аэрокар пошел на посадку, и вскоре мы уже входили в тайное убежище Деллара». «Уху, ничего себе!» Оказавшись в уютной гостиной, совмещенной с кухней, бросила по сторонам заинтересованный взгляд. Здесь все было таким теплым, по-домашнему милым и уютным. Стены, обшиты деревянными панелями, мягкая мебель в теплых оттенках, простые неголографические картины на стенах. Этот дом совсем не походил на убежище холостяка. Скорее здесь могла бы жить семья. Взгляд зацепился за камин с постелиной рядом мягкой шкурой. «Я сразу представила себя возле согревающего пламени с бокалом вина и темным рядом». «Разведу огонь. Ночью здесь еще бывает прохладно». Я кивнула и бросила взгляд в сторону кухни. «В сегодняшнюю программу входит ужин?» «Она ест всегда очень мало, но, мне кажется, всегда голодна». «И ужин, и прогулка по пляжу, и все, что пожелает Сонарина Мора». От некоторых желаний, шальных и дерзких, дрожь предвкушения бежала по телу. Закончив с камином, Ринард приступил к ужину. И пока я пила вино, умело и ловко, словно был поваром, а не спецагентом, готовил мясо с овощами. Колдовал над закусками и развлекал меня легкими разговорами. Я смотрела на него и думала о том, что мне хотелось бы побольше таких вечеров. Больше его улыбок, его внимания, его прикосновений и взглядов. «Ты первая, кого я сюда привез». От неожиданного признания я даже растерялась. На пару секунд, не больше, а потом недоверчиво уточнила. «Правда?» Темный кивнул. «Раньше мне ни с кем не хотелось делиться этим местом, а теперь я бы предпочел, чтобы ты из него не уходила». «Ой, я тихонько прыснула». «Ты продолжаешь звучать, как маньяк». Темный рассмеялся. «Действительно, что это я? Пытаюсь очаровать девушку, но вместо этого продолжаю ее пугать». Я покачала головой и, пригубив вина, мягко ему улыбнулась. «Ты меня никогда не пугал. Кто угодно, но только не ты». Поймав мой взгляд, он было шагнул ко мне, но тут, как назло, запищала духовка, намекая, что мясо готово. «А вот и наш ужин. Надеюсь, ты проголодалась?» «Разве можно не проголодаться, вдыхая все эти умопомрачительные ароматы?» «Устроившись за столом, мы наслаждались вкусной едой, вином и обществом друг друга». «О, знакомое все место. До сих пор помню, как мы к Санеру залепили такого леща». После ужина отправились на пляж, пустынный и тихий в этот час. Долго бродили босые по песку, вслушиваясь в шум набегающих на берег волн, дышали свежим соленым воздухом и, как школьники, беззаботно держались за руки. Давно мне не было так хорошо. «Легко, уютно, спокойно. Казалось, я нашла свой дом и своего мужчину. Того, кому бы всегда хотелось вернуться. Теперь я понимаю, почему ты влюблен в это место. Оно потрясающее». Темный остановился, бережно коснулся моего лица, убирая непослушную прядь и тихо сказал. «Это место мне нравится, а влюблен я в кое-что другое, в кое-кого». Сердце замерло на миг, а потом забилось быстрее. «В тебя, Летисия. Люблю я только тебя». Его поцелуй был похож на морской бриз, такой же пьянящий и чистый. Я ответила на него, приподнялась на носочках, чтобы быть к нему еще ближе. К моему темному, моему любимому мужчине. Конечно, поддаться соблазну. Поняв, что я не пытаюсь отстраниться и хочу этого так же сильно, как и он, Ренарт усилил напор. Целовал, раскрывая мои губы своими, выпивая мое дыхание и мой стон, когда, скользнув под одежду руками, стал дарить мне первые ласки. Горячие ладони на коже, прохладный воздух по тканью одежды, его твердые губы на моих губах. Все это сводило с ума. От чувства эмоций, что вызывал во мне темный, я захмелела сильнее, чем от бокала вина. Когда Ренарт отстранился, не сумела сдержать разочарованного вздоха. «Вернемся в дом и разойдемся по комнатам спать?» Издевательски улыбнулась, желая его помучить. «Если ты этого хочешь, Летисия». Погрустнел так. Пытка удалась. Было видно, что роль благородного рыцаря ему сейчас дается непросто. Приподнявшись на носочках, прошептала ему в губы, касаясь их легким, дразнящим поцелуем. «Сейчас я хочу другого». Больше он ни о чем не спрашивал, подхватив на руки, понес меня в дом, а отпустил уже возле камина. Там, где я мечтал оказаться в объятиях этого невероятного мужчины. Друзья, как всегда, кат-сцена вместе с озвучкой будет в телеграм-канале. Все ссылочки вы найдете в описании под видео, либо же в закрепленном комментарии. «Холодно. Невыносимо холодно». Это так начиналась эта глава. От его ледяных прикосновений, от пальцев, скользящих по моему телу вместе с гладким, устрым лезвием. «Такой, Летисия, ты нравишься мне даже больше. Дрожащий, напуганный, беспомощный». Шепот сменялся липкими поцелуями, фу, которые он оставляет на моей шее, а после клеймит плечу животным укусом. «Мне больно, противно, но с губ не срывается ни единого крика. Беззвучное рыдание. Вот и все, на что я способна. Я не могу пошевелиться. Стою, словно парализованная, и понимаю, что в этот раз уже не получится проснуться. Не получится вырваться из когтей зверя». Лезвие скользит по внутренней стороне бедра, приподнимая невесомую ткань хитона, заставляя меня умирать от страха снова и снова. «Не будем торопиться. Насладимся этими мгновениями наедине». Я задыхаюсь от слез, сотрясаясь от беззвучных рыданий. «Не надо! Пожалуйста!» «Пальцы убийцы с силой до боли сжимаются на моей талии». «Нет, нет, нет. Еще как надо!» По залу разносится смех сумасшедшего, а следом и его ядовитое шипение. «Ты была непослушной девочкой. За это и ответишь». И конец. Ах, ну то, что конец я уже ждала, потому что проценты добегали до ста. Но все не хотело, чтобы на такой ноте закончилось, конечно. Кошмар. И такое какое-то странное сочетание. Сегодня и приятностей столько было. Ах, катсцена с Ренардом. О чем тут говорить? Это просто любовь. И начало и конец, тем не менее, очень жуткие. Противные и непонятно. Получается, если в начале серии это был сон, кошмар, то в конце это уже по-настоящему Летисию кто-то схватил. Ну, маньяк этот. Уже близимся мы к разгадке истории. Осталось всего две серии. И, конечно же, интересно, кто этот маньяк. Но, как я уже говорила, я сомневаюсь, что это Андрес. Но слишком очевидно, что его, хоп, увидели. И мы знаем, кто это. И потом, бац, он маньяк. Но это было бы слишком примитивно. Я думаю, вы со мной согласитесь. В любом случае, сейчас я хочу думать о хорошем. О приятном. О бомбезном просто свидании. Мне очень понравилось. Опять же, было и радостно читать свидание с Ренардом. И очень грустно одновременно. Именно потому, что, зная, чем заканчивается история Летисии. И насколько трепетно у них развиваются отношения с Ренардом. Как он говорит, что я не хочу, чтобы это отсюда вообще уходило. И она уже не хочет. Хочется, чтобы у них все было хорошо. Чтобы они жили спокойно и счастливо вместе. Поэтому я хочу скрестить пальчики за счастливый финал своей Летисии. Буду верить в это до последнего. Друзья, плейлист этой истории вы всегда найдете в описании под видео. Спасибо всем, кто читает вместе со мной. А с вами была Алиса. До встречи в следующем видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok